Система оповещения в регионе Круглосуточном режиме работает дежурная служба, оперативные дежурные. Для этого создал специальный отдел оперативной службы, который в круглосуточном режиме принимает любую информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, либо угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и, естественно, моментально реагирует, доводит до всех муниципальных образований. Систему оповещения проверяют каждые три месяца, регулярно проводится техосмотр. Сирены установлены на крышах зданий, в селах и деревнях, и хвой слышно за километр, в городе метров за 500. Если вдруг большая вода или газовое облако накроют конкретный район, сигнал об опасности подадут только там. Может быть, при возникновении ситуации включено частично или локально, например, на территории городского округа Самары, чтобы оповестить население об опасности и проинформировать, какие действовать. Это может быть и поводка выявления, это может быть и ситуация с выбросом аварийно-химически опасных веществ и иные. Но все же в случае чрезвычайной ситуации сигнал услышат не все. Система сможет предупредить об опасности половину жителей городов и треть сельчан. Поэтому в 60 населенных пунктах, не охваченных сиренами, установили отдельные точки оповещения. Эти территории подвержены подтоплению-затоплению. Они находятся недалеко от каких-то рек, озер, и в случае неблагоприятного паводка они затапливаются. И очень удобно, и нужно, чтобы население заранее знало о подтоплении. Кроме сирен, в случае опасности жители предупредят и по СМС. У профильных ведомств есть договор с операторами сотовой связи. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.